На днях в сети появился трейлер мобильной игры Breaking Dead – Criminal Elements по мотивам пригремевшего несколько лет назад на весь мир сериала во все тяжкие. Планируется, что это будет стратегия, а среди персонажей, кроме самого Уолтера Уайта, проделавшего путь от простого учителя химии до наркобарона, он же Хайзенберг, обязательно появятся Джесси Пинкман, Гус Фринг и Сол Гудман. Создатели игры уверяют, что они крайне внимательны к деталям, но подробности сюжета не раскрывают. Известно одно, что можно будет взаимодействовать с вышеуказанными персонажами, которые помогут построить собственный бизнес, задействуя привычные для этой вселенной непростые моральные развилки. 11 января Remedy опубликовала сюжетный трейлер Crossfire HD. Создатели Max Payne и Alan Wake сейчас работают над сюжетным режимом Operation Frost для Crossfire HD. До этого момента по шутеру почти ничего не было известно. Ролик приурочили к скорому началу закрытого тестирования проекта в Китае. Пока неизвестно, доберется ли ли игра до других регионов. Но в описании к видео Remedy сообщает, что шутер ориентирован на китайскую аудиторию. Deep Silver и 4A Games объявили о том, что к бонусу за предзаказ Metro Exodus добавился коллекционный предмет, который может заинтересовать фаната франшизы. Это панорамный постер «Животный мир» постапокалиптической России. Он познакомит вас с мутантами, которых экипаж Авроры встретит во время своего долгого путешествия. Постер будет включен в комплект всего первого тиража игры, а он включает в себя издание первого дня, специального издания Аврора и коллекционного издания бойца Спарты. Если ранее вы уже предзаказали любой из этих изданий, то этот фантастический постер будет добавлен в него автоматически. Кроме того, 15 февраля одновременно с Metro Exodus выходит Far Cry Udome. Компания Valve планирует в 2019 году запустить магазин в Китае. Также в сервисы улучшится навигация по играм, событиям и другим аспектам. Еще одним важным направлением работы является борьба с читерами. Компания планирует расширить функционал платформы в этом вопросе. Согласно официальному заявлению, в сервисе можно будет легко определить, кто использует читы в игре. Как именно это будет сделано, пока не сообщается, но это будет работать для всех проектов, выпускаемых в Steam. Также студия планирует серьезно развивать стрим-платформу Steam TV в 2019 году. Вместе с тем, Amazon решил также войти на рынок стриминговых платформ и работает над созданием собственного стримингового сервиса для игр. Платформу планируют запустить не раньше 2020 года. Создатели представленного в сентябре ролевого экшена Project Awakening из Sea Games зарегистрировали в Европе торговую марку Project Awakening Arise. Вероятно, разработчики намерены выпустить свой проект не только на родине в Японии, но и на Западе. Компания Sony выпустила новый трейлер постапокалиптического экшена Days Gone, который в российской локализации получил название «Жизнь после». Ролик посвящен игровому миру, окрестностям Фервелла, который будет разделен на шесть регионов. Действие игры развернется в постапокалиптическом мире, населенном выродками, деградировавшими после вспышки эпидемий людьми. Игроки возьмут на себя роль бывшего преступника байкера, лицо и голос которому подарил актер Сэм Уитвер. «Жизнь после» выйдет только на PlayStation 4 26 апреля. Популярная видеоигра в жанре симулятора выживания с открытым миром Fortnite установила абсолютный рекорд. Как сообщает издание Deadline, в 2018 году Fortnite получила самый большой годовой доход в истории игровой индустрии – 2,4 миллиарда долларов.